Друзья, всем добрый вечер! У нас вечер, время уже пол восьмого. Валера выключил фонтанчик. Сегодня у нас будет мороз, минус один передают, ну а там, кто его знает, может будет и побольше. Я здесь уже понаставила ведер по саду, понабросала по ведрам такой сухую траву, которую выгребли весною. Все, видите, цветут у нас как хорошо. Яблонька такая декоративная, красным цветочками. Вишня вот уже вот отцветает. И на тебе мороз. Вот, понабирала ведра сухую траву и опилки. Приду, не знаю, хочу прийти где-то в часиков в одиннадцать ночи, зажечь в ведре сухостой, а потом наверх уже набросать опилки, чтобы оно дымело. Дымовушки, в общем, поделать. Не знаю, поможет, не поможет. Здесь я накрыла клубнику. В общем, вот понабросала всякие тут чурочки, тазики, чтобы не сдуло. Вы знаете, как назло, ветер утих. Днем такой был ветруганище. Здесь пион накрыла, он уже у меня цвет набрал, лилии накрыла. Тоже такие красивенные лилии я все понакрывала. Королевские. Здесь тоже у меня пионы набрали цвет, бутонах все пионы тоже накрыла, видите. В саду тоже понаставила ведер. Здесь вот у меня мешок с опилками стоит. Все я приготовила. Дали мне здесь печку какую-то старую, пристарую. Я ее поставила, тоже натолкала сюда сухой травы. Здесь вот ведра поставила под яблоньками. В общем, мои мужчины сказали, мы тебе поможем, придем. Видите, какое зарево красное. Сто процентов будет мороз. Вот, видно вам, да? Я показываю там вдалеке. Где у меня Виктория? Редиска. Не стало ничего я здесь накрывать. В принципе, теплица выдерживает минус 4. Вот мои теплицы, они выдерживают. Не знаю. Конечно, если замерзнет, будет жалко. Но решила не накрывать. В общем, будь что будет. Посмотрим. Утром вам покажу, что да как будет у меня. И это вот каждый год. Как только черемуха цветет, обязательно у нас морозы. Обязательно. И уже сколько вот мы лет без яблок? Наверное, уже лет 5. У меня помидоры. Я их прям закутала хорошо. Видите? Матрасом тут у меня старым. Ловушки прилетели. Поют. Они давно уже прилетели. Но потом куда-то прям исчезли. Здесь накрыла ведра хризантемы. Крупнолистную гортензию, видите, всю попрятала в беседку. Всё-всё сюда убрала. Сегодня было так холодно. Даже тюльпанчики, видите, не распустились. Так и остались закрыты. Целый день так стояли. И пиановидные тоже не распускались. А чё ветер? Ледяной ветер просто дул. Невозможно ледяной ветер был. Как будто бы вот-вот сорвётся снег. Ну, аспирейки, я думаю, ничего не будет. Как вы думаете? Такая красивая она у меня в этом году. Так обильно цветёт красиво. Как будто бы вся в снегу. Всем доброе утро. Утро морозное. Снимаю видео. Утром уже теперь. Всё у нас помёрзло. Ничего я не стала поджигать тут, зажигать. Всё это бесполезно. Это надо было дымить всю ночь. Тут не спать. Не стала я ничего делать. В общем, как есть, так и есть. Мороз был минус 2 или минус 1. Всё, в общем, видите, опять Виктория вся замёрзла. Как и в том году. Всё один в один. Здесь ничего не накрывало. Вроде бы клубника стоит. Но там посмотрим. Если серединка почернеет, то тоже, может, прихватило. А так карбонат, вон, весь в инии. На смородинке мороз. И на малине тоже. Здесь вот накрывало ионы. Сейчас вот снимаю. Спонбонд. Ну, здесь вот солнечная сторона. Вроде бы, как ничего. Вот. Даже под спонбондом и то прихватило. Так что спонбонды ничего не спасают. Вишенка. Тоже замёрзла. А здесь накрывали спонбондом толстым, двадцаткой. И с обратной стороны спонбонда, который лежал вот на земле, ещё сильнее прихватило инием, чем верх. Так что не знаю. Этот спонбонд, мне кажется, это всё мёртвым припарка. Здесь тоже вот цветы накрыла. Сейчас сниму. Тоже, видите, всё в инии. Вот, видите, пионы под спонбондом были. Вот они какие, как тряпочки. Тюльпанчики головы склонили. Ой-ой-ой. Чё творится? Ай-яй-яй. Друзья, всем пока-пока. Вот такое у нас морозное утро. Четвёртого мая. Субтитры сделал DimaTorzok